и всем привет ребята с вами канал Вело Йосиф меня зовут Михаил и сегодня у нас сравнение двух известнейших во всем мире велосипеда в классе облегченных байков и это Specialized Turbo Kineve SL и Ротфилд РЕ375 Поехали значит мы сегодня сравним двух самых яростных конкурентов из электровелосипедов облегченного класса в прошлом ролике я сравнивал утяжеленные версии этих двух брендов и в прошлом ролике по дизайну выигрывал Ротфилд а вот сейчас здесь ситуация спорная то есть есть категория людей кому нравится более строгий дизайн как на Ротфилд а кому-то больше нравится кислотный футуристичный дизайн как на Specialized то есть здесь уже по дизайну 50 на 50 для этого сравнения мы выбрали два велосипеда два электро байка в классе эндуро здесь а одинаковый уровень комплектации одинаковый ход вилки и одинаковая система подвески и кстати они в одинаковом ценовом сегменте кстати все велосипеды на обзор нам предоставляет Иосиф то есть что надо сделать чтобы приобрести такие замечательные велосипеды вбивайте в поиск в телеграмме вело Иосиф вам выходит Иосиф вы связывайтесь с ним и он вам даст все что надо велосипеды запчасти то есть прям все что надо для катания если по дизайну эти два велосипеда одинаково крутые то по функционалу между ними есть значительный перевес если эти два велосипеда по весу одинаковые то есть они весят около 20 килограммов получится на Ротфуде 375 аккумулятор то есть аккумулятор на 375 ватт и мотор на 85 ньютонов а вот у нас пошла из эти аккумулятор на 320 ватт и мотор на 30 ньютонов ну то есть получается здесь есть разница то есть у Ротфуда есть значительный потенциал в мощности ребят 30 ньютонов это не так уж и мало например на моем велосипеде 30 ньютонов и он не хватает на 90 процентах случая но я вообще даже катаюсь на первом или на втором режиме но если я например поеду на спорт какой-нибудь то большая мощность мека мне поможет больше то есть метр из ньютонов не хватит чтобы проехаться с ветерком на эту в гору и поэтому получится личная мощность никогда не мешает ну вы конечно можете ездить не так агрессивно но вот если будет какая-нибудь ситуация то вы легко сможете зайти в гору ребят значит сейчас самый важный момент что касается электровелосипедов то есть это аккумуляторы и автономность прорисуйте себе в голове такую ситуацию вы приехали на спот и просто хотите подниматься в гору и спускаться с нее ну вот 3-4 часа вы поспускались по поднимались в эту гору и пучи аккумулятор разглядился на спешлазите вы опять должны подключить велосипед к розетке ну и ждать два часа до полного заряда потому что аккумулятор на велосипеде несъемный а вот народ везде здесь аккумулятор получается съемный и вы можете приобрести второй аккумулятор ну то есть дополнительный аккумулятор кстати также у иосифа взять собой в рюкзаке кстати вы сейчас скажете например аккумулятор же тяжелый нет народ везде аккумулятор не тяжелый он получается сделан полностью из карбона получается этот этот аккумулятор съемный то есть очень легко вас снимается разряжен например аккумулятор ставите обратно в рюкзак и вытаскиваете дополнительный уже заряженный аккумулятор а тот аккумулятор получается ставите на зарядку и вы получается не останавливаетесь и вы дальше прикалываетесь на этом велосипеде и получите удовольствие также если на спешлазите 30 ньютонов то есть вот вы например поехали в какой-то на покатушке кита и вас просто не хватит то что вы устанете а вот народ более мощная более мощный двигатель вы поедете и не устанете то есть устанете уже после после разгляда аккумулятор то есть в зависимости от вашей физической подготовки 30 ньютонов будет то есть вас может не хватить на покатушках в горах с утра до вечера а вот на ротфилде получится мотор на 85 ньютонов и с утра до вечера вы можете кататься и уже в конце покатушки вы устанете ну чисто физически то есть вы можете растянуть удовольствие на больше времени на этих властях зарядное устройство на 4 ампера и на четыре с половиной ампера но судя по пути съемкости эти батареи на этих двух велосипедах они будут заряжаться одинаково просто спешлаз будет привязан к розетке два часа а ротфуд может продолжать ехать так ребят давайте теперь про технологичность здесь повторяюсь дропер встроен полностью в раму то есть прям сразу встроен раму а и он поднимается но на 200 миллиметров а вот на спешлазете здесь сначала идет дропер потом сам штырь и по часам дропер уже встроен в раму и такая технология весит тяжелее чем просто дропер встроены в раму сразу ребят кстати эти два велосипеда официально передвигаются 32 километра в час но для этого их нужно прошить в случае спешлаза вы должны ехать к дилеру если вы там где-то в области то есть людям в области неудобно ехать к дилеру и прошивать этот велосипед потому что дилеры бывают только в крупных городах такие как москва санкт-петербург ну вы поняли а вот на ротфуде то есть именно на системе шивана в системе шивана вы просто сказать вы скачиваете приложение на любых получиться этих станциях appstore там play market на телефоне просто скачиваете это приложение и вы можете регулировать все и получится подачи скорости и вы можете прошить этот велосипед на 32 километра в час то есть все очень удобно и все уже в телефоне и кстати это официально это не какая-то там подпольная штука это именно официально никаких чипов там разных все официально а кстати 32 километра в час это вообще с головой достаточно то есть больше даже не нужно если вы хотите там 50-100 километров час это не надо точно на велосипеде на электро велосипеде все хватает ребят что касается информативности по дисплеям они одинаковые то есть какие здесь на шамана получится есть три режима вот эко трейл и буст они оба также функциональная вот буст получиться самый мощный режим трейла а переключайте кстати вот этим вот джойстиком вот строил это мини мощный режим средний а это это получится самый такой не мощный режим и в общем также и здесь получится здесь дисплейчик вот тут включается все удобно и также джойстика вот видите этот джойстик плюс-минус эргономичный джойстик эргономичный дисплей то есть прям ну на новом спешлазе все сделали прям по красоте также три режима эко трейл буст ребят по информативности этих дисплеев они одинаковы но есть очень весовый перевес например на систему шамана прилетает обновление вот на телефон приложение шамана прилетает обновление или прошивка вы просто нажимаете на кнопку и обновляете его а вот в случае спешлаза вы должны ехать дилеру чтобы получится этим обновлением воспользоваться вот то есть удобнее конечно на системе шамана и пушится 10 в пользу рот значит японцы очень удобно открыли эту систему для нас ребят заходите на наш инстаграм-канал получается выбирать велосипед и пишите в комментариях на какой байк мне снять следующий обзор всем пока с вами канал велосип ставьте лайки подписывайтесь на канал все пока